В Северском районе прошел муниципальный этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2023». Ежегодно проводят его сотрудники дорожной полиции при поддержке районного отделения автошколы ВОА. На площадке перед зданием отдела ГИБДД России собрались представители пяти общеобразовательных школ. Показать свои знания и навыки ребятам не помешал даже дождь. Настроение действительно было прекрасным, в том числе и благодаря артистам Северского дома культуры, которые подарили ребятам несколько творческих номеров. Победа в муниципальном этапе конкурса дает не только удовлетворение и право обладания кубкам. Победители, участвующие в конкурсе дети, победители поедут в город Анапу в санаторий «Смена», где дальше уже будет представлять наш район на краевом конкурсе. В этом году участниками стали команды школ номер один станицы Азовской, номер 45 станицы Северской, номер 11 станицы Григорьевской и номер 16 поселка Ильский. Для кого-то из них это уже второй и третий раз, а кто-то приехал поучаствовать впервые, например, Филипп Анашкин. В данном мероприятии я участвую первый раз. Я считаю, что это мероприятие очень поучительное. Приехал я из школы 45. И мне кажется, что все дети, которые участвуют в этом мероприятии, они будут знать лучше. Поддержать ребят в борьбе прибыли прошлогодние победители – ученики школы номер 21 поселка Черноморский. Ну а юным инспекторам дорожного движения нынешнего состязания предстояло сразиться на четырех площадках. В перерывах можно было поесть сладостям. Первым заданием была проверка знаний правил дорожного движения. Все как на обычном взрослом экзамене при получении водительского удостоверения. Билеты с вопросами самые настоящие. Затем станция фигурное вождение, где нужно показать свои умения езды на велосипеде. На этапе проверки знаний основ оказания первой медицинской помощи наложить шину тренажеру манекену Стёпе. И, наконец, последний конкурсный этап – самый понравившийся детям творческий конкурс. В личных номинациях за актерское мастерство грамоту получил Филипп Анашкин за виртуозную езду на велосипеде Ярослав Брюховецкий. Александр Михалевич оказался лучшим знатоком основ оказания первой медпомощи, а Диана Гельманова – правил дорожного движения. Все участники получили подарки от организаторов. Ну а победителями муниципального этапа «Безопасное колесо-2023» стала команда «Светофорик» Ильской школы номер 16. Дети отправятся в санаторий «Смена» и представят Северский район на краевом этапе всероссийского конкурса.